Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим. И учитывая, что в прошлый раз рубрика очень даже неплохо зашла, а рубрику мы все-таки назовем, наверное, стоп-мажор, ну, или антимажор. В общем, давайте, ваше мнение, как назвать эту рубрику, в которой мы будем тестировать дешевые товары и дорогие. Сегодня я решил протестировать пельмени. Дорогие, ну, самые дорогие, которые я смог найти, самые дешевые, которые я смог найти. И так как вы в прошлых роликах просили средний делать какой-то, средний ценовой диапазон, я прислушался средний ценовой диапазон. Средний ценовой диапазон, как ни странно, сегодня представлен самолепными пельменями, то есть не фабричными, а самолепными пельменями, которые можно заказать себе домой с доставкой. Это сайт, значит, лепим-вкусно.ру. Пельмень вареников, вот такой приятный бренд. На сайте у них там большой выбор разной продукции. Вот я еще заказал вареников, там какие-то полуфабрикаты в виде блинчиков. Ну, короче говоря, выбор большой. И делают это все сами, действительно, ручками, как написано, с отличными ингредиентами. Но проверим. Это сибирская коллекция, все знают эти мажорные пачки. Ну, вот прям вот, ну, прям вот такой вот лакшери. И вот это вообще дешманская штука. Родные угодья. Надо побыстрее, потому что пельмени растают. Я выполнил ваши желания, у нас три категории. Это дорогущие, это средние и это дешевые пельмени. Цены. Может быть, можно найти дешевле или дороже, я не в курсе. Я нашел вот эти в магазинах, эти привезли из интернет-магазина. Цены, в общем, следующие. Вот эти 400 граммов стоили 40 рублей. Килограмм пельменей, ну, по сути дела, стоит 100 рублей. Килограмм вот этих домашних самолепных пельменей, как написано, с хорошим мясом на сайте и прочем, стоит 300 рублей. Вот эти пельмени стоят 300 рублей килограмм. Вот в такой пачке. Вот эта вот сибирская коллекция стоит под пятиходку. Где-то 400, по-моему, 40 или 470 рублей за эту пачку я отдал. И она не килограмм. Эта пачка 800 граммов. Ну, то есть килограмм, грубо говоря, полтысяч стоит. Полтысячи, ребята, это кусок очень хорошего мяса. А тут тесто с мясом. Ну что, у меня сейчас на кухне закипела вода. Я ее посолил абсолютно в одинаковой пропорции, чтобы, ну вот, одинаково соленая она была, несмотря даже на разные объемы в кастрюльках. И мы сейчас сварим по инструкциям. Ну, а потом попробуем. Погнали! Варим все в соответствии с ценой. В большой будет сибирская коллекция, как самая дорогая. Здесь у нас будет пельмень вареников готовиться. А тут, соответственно, вот эта зелененькая штучка за 40 рублей. Итак, закидываем. Пельмень вареников ушел. Охапочка. И еще два. Угодья. Охапочка ушла вариться. Помешаем и те, и другие. И вода для сибирской коллекции тоже закипела. Закидываем. Две охапочки. Опа, что-то пошла прям... Пошла какая-то пена, выделение кислорода. Такого не было в предыдущих двух. Видим, как они выглядят во время варки. Видно, что это фабрично. Это сибирская коллекция. Это у нас, значит, дешевые пельмени. Пельмень вареников выглядят действительно по-настоящему, как домашние пельмени. Пельмешки можно доставать, потому что дешевые пельмени потрескались. На них видны трещины, но не до конца разломались. И это радует. Пельмень вареников мы забрасывали чуть раньше, поэтому достаем. И сибирская коллекция. Продолжаем обзор. Три тарельки пельменей. Лепим вкусно.ру. Пельмень вареников. Это у нас сибирская коллекция. И здесь поломанные, бледненькие, дешевые пельмени. Начнем, наверное, с самого дорогого. Сибирская коллекция. По начинке могу сказать, у меня нет претензий. То есть в пельмени достаточно много начинки. Вкусно пахнут. Вот чутка пересоленые. Чуть-чуть пересоленые пельмени чувствуются. Воду я солил нормально. Пересоленая начинка. Но ладно. Это такая предъява неочевидная. Теперь мы попробуем. Давайте средние пельмешки. Самолепные. Опа. Ну что сказать. В принципе, тоже по начинке нет вопросов. Начинка есть, пахнет так же вкусно. Я еще должен попробовать. Я вам сейчас объясню, почему я должен попробовать. У меня до конца были сомнения, что это самолепные пельмени. Все-таки, да? Потому что это достаточно сложно делать. Достаточно долгий процесс. Но у них вкус по-настоящему домашний. И по соли вообще супер. Ладно, я пока ставлю на паузу свое мнение. Давайте попробуем самые дешманские пельмени. По составу мы поговорим еще. Ох, е-е-е. Ну тут, конечно, ну прям вот, ну что это вот. Внутри вот эти вот, вот это вот мясо, когда оно как, знаете, как, я извиняюсь, конечно, что за едой, возможно, вы сейчас кушаете, но мясо как вот козья какашка. Вот здесь вот ровно такое же мясо. Просто кусок какой-то резины пластика. Запаха нет никакого абсолютно. Что это вообще? Вот серьезно, надо пробовать на контрасте. Тогда тебе просто, тебе становится страшно. Тебе становится страшно от того, что ты ешь. Блин. Вот эти вот дешевые пельмени вообще ни о чем абсолютно. Да. Может быть, если их залить сметаной, с чесноком, там что-нибудь такое, то это можно съесть, но вообще это абсолютно невкусные пельмени. Я такой есть не хочу. Вот эти пельмени я есть хочу. Вот вам на срезе две пельмешки. Это пельмешка самолепная. Это пельмешка от сибирской коллекции. Ну и давайте посмотрим. Блин, даже не воткнешь мясо, как грибочек внутри елозит. И вот она начинка. Ну, в общем, вы все поняли, да? Вот вам для сравнения. Дешевый пельмень, самолепный пельмень и сибирская коллекция. Я почему не стал изучать состав заранее? Мы поговорим о нем в конце. Я не стал изучать состав, чтобы не прикапываться сразу. Я хочу попробовать вкус. Для меня в первую очередь сейчас вкус. А потом мы поговорим про состав. Итак, два пельменя. Этим пельменем я ставлю, ну просто, ну как сказать, ну единичку, как бы можно съесть. Но я не знаю, что там. У меня есть подозрение, что здесь фарш весь подряд вообще. Вот какой был, с кожей, с костями. Мясной, куриный, все вместе, короче. Это пельмени домашние от пельмень вареника. То есть, тут домашний, значит, свинина и говядина должна быть. И, в общем-то, я это и чувствую, когда ем. Хочу целый пельмень. Лук, соль, перец. Немножко, кстати. Вот чуть-чуть можно больше перца. И мясо. Как бы все, что есть в этих пельменях. И тесто. Сибирская коллекция. Пересолено, пересолено. Прям вот четко чувствую, что пересолен фарш. Ну, соль это усилитель вкуса. И производители, я уже давно просек эту фишку, они любят добавлять соль. Чтобы более яркий вкус был. Я этому не верю. Но, это неплохие пельмени. Сибирская коллекция. Дорогие пельмени. Ну, соответственно, они должны быть вкусные. И они вкусные. Я сейчас ем и пытаюсь сформулировать. Пытаюсь сформулировать, знаете, какую мысль? Что от пельмень вареника, которые, да, мы пельмени едим, в них действительно чувствуется домашность вот такая. Сложно объяснить. Вот реально, как будто я сам делал, знаете, сам на кухоньке приготовил пельмени, их отварил. А вот здесь чувствуется фабричность именно во вкусе. То есть, не в том, что они все одинаковые, там это понятно. Вот именно во вкусе. Я первый раз в таком замешательстве, что не могу подобрать слов. Ну, прям вот, ну, прям вот завод. Домашний завод. Домашний завод. Домашний завод. В общем, этим двум пельменям я определенно ставлю хорошие оценки. Потому что, в целом, они вкусные и те, и те. Минусы есть и у тех, и у тех. У домашних пельменей есть минус в том, что тесто чуть-чуть больше, чем в этих. Здесь сильно пересолено. Вот такое мое мнение. Ну, а эти пельмени, ну, просто, просто отвратительны. Серьезно. Вот, я бы даже не стал тратить тесто на то, чтобы запихать туда такую ужасную начинку. Тесто нормально, несмотря на то, что немножко потрескалось оно. Но, в целом, нормально. Выдержало оно испытание. Но начинка просто отвратительна. Вот не берите такие пельмени. Ну, и теперь уже, как бы попробовав вкус, я хочу поговорить о составе этих пельменей. И подвести итоги. Сейчас я сделал выбор. Вот, думаю, сейчас пойду пельмешку съем. За компьютером пока схожу. И выбрал домашние, ребята. Инстинкт какой-то, видать. Чуть меньше теста. Чуть меньше теста. Но вкусно, блин. Сейчас обсудим. Так, ну что, поговорим про состав. Начнем с дорогих. Так, сибирская коллекция. По классическим таежным рецептам. Романтик. Свинина, говядина, филе бедра куриного. Лук, свежая вода. Лук свежий. Блин, вода питьевая. Сливки питьевые. Еще и сливки добавили. Соль, перец черный молотый. Тесто, в общем-то, мука пшеничная. Вода питьевая, меланж яичный. Ну, все по стандарту. Хороший состав. Хороший состав. И здесь есть курица. То есть, это немножко удешевляет начинку курицы относительно мяса. Теперь я хочу посмотреть, я для этого открыл сайт, посмотреть состав пельменей от пельмень-вареников. Лепим вкусно.ру. Так, пельмени домашние 300 рублей. Смотрю состав. Да, это домашний фарш. Свинина, говядина, лук, соль, перец. И все. Все. Вот без заигрываний всяких с потребителем. Никаких тебе там сливок. И не надо, блин, не нужны эти сливки. И мне страшно посмотреть на состав этих пельменей. Родные угодья. Ну, тадам-тадам, тадам-тадам-тадам. Так. Фарш. Говядина. Мясо птицы механической обвалки. Блин, ну да. То есть, это курица целиком засунутая в мясорубку. Совсем что там было. Ну, очень дешевая начинка. Соевый белок, соль, перец, вода. Ну, понятно. Усилитель вкуса и аромата, который не сработал ни разу. Антиокислитель, это нормально. Так. По поводу теста претензий нет. Нормальный состав теста. Но начинка, как я и, в общем, вот... Как и предполагалось, ничего хорошего в этом нет. Какие подвести итоги? В общем, друзья мои, пятихатка, 300 и 100 рублей пельмени. Какие можно сделать выводы? Чудо не произошло. Пельмени дешевые, не могут быть качественными. Если они некачественные, значит, они невкусные. Соответственно, вот эти пельмени просто уходят в утиль. Я их есть не буду. Я их, может быть, положу в морозилку, конечно, опять. Но это, пожалуй, вот единственные пельмени, которые мне не жалко, что они вот здесь стоят и тают. Сибирскую коллекцию мне, в принципе, жалко. И жалко даже не потому, что они вкусные. Они действительно вкусные. А потому, что они дорогие. 500 рублей за килограмм пельменей. Это перебор, на мой взгляд. Мой сегодняшний выбор, это определенно пельмени, которые действительно ручной лепки, которые действительно домашние, за 300 рублей. Я лучше закажу с доставкой. Они возят, по-моему, по Москве даже. И Подмосковью бесплатно. Да, 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 да. Я лучше закажу эти пельмени. Не буду заморачиваться сам лепить. Закажу и буду варить их. Абсолютно натуральный состав. Хороший вкус. И цена очень-очень-очень-очень адекватная. Домашние пельмени. Я думаю, что итог вы поняли. Пельмени средние и дорогие, по большому счету, по качеству не отличаются. Это хорошие, качественные пельмени. Одни просто дорогие, а вторые просто подешевле. Выбирать вам. Ссылку на пельмень вареников я, конечно же, оставлю в описании. Вы тоже можете пользоваться, если там в Москве живете, в Подмосковье. По-моему, больше они не возят. Куда-то еще. Можете заказывать у них пельмени какие-то. Вот смотрите, у них на сайте тут есть вареники. Но это то, что у меня лежит. Я их буду обязательно пробовать. Я люблю вареники с вишней. Всякие блинчики, блинчики сладкие, сырники, полуфабрикаты, тушенка своя в банках. Ух ты! Наггетсы они даже сделали. Новинки. Сервелат московский, колбаски. Ну, короче, реально можете там хорошо затариться. Хорошо. И цены вполне адекватные, как оказалось. А в следующем выпуске мы с вами проверим шаурму. Да-да-да, мы купим самую дорогую, какую найду. Мы купим самую дешевую, замороженную какую-нибудь. И купим просто у мужичков где-нибудь около метро. Не пропускайте и подписывайтесь на канал. Ну, а на сегодня все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok